всем приятной жизни это шлик и мы продолжаем играть в князь 2 как вы помните у нас тут такая тема что тут жгут марию поэтому я сейчас беру дружину и наверно надо разобраться с этими ты пришел в великий миг счастье узреть жертвоприношение могучему и вечному огню редко достается непосвященным болотный газ который в этом месте вырывается из-под земли змеи ты знаешь тайну доступную только главным жрецам а сейчас ты замолчишь на веки я просто хорошо заполнил уроки моего мудрого наставника кстати он же обучил меня и искусству боя так давайте там оперативные разбирайтесь так пухнули по противоядию а ну-ка мария разговор есть на подойти к ней дальше по ее освободить я жертва очищающего огня я жертва очищающего огня я жертва очищающий жрицы огня мертвы но круг костров вокруг меня не погас я не могу выбраться отсюда у жрицов был железный мостик они полили его водой и втолкнули меня сюда идея большой щит длинный миндалевидный строевой щит длинный миндалевидный строевой скутум или эстус послужит таким мостиком скутум с шипами скутум а просто скутум без шипов держите патроны мне банку ну это все давай в тебя за блин я уже ничего не входит у тебя столько стрел шоу короче давать ты у нас она есть тут так значит вот это мне так все нафиг мне не входит значит начальщик так как бригада отойдите не мешайте слушаю блин щит кожаный не пойдет это берем остальное все нашему главному носильщику а вот такой щит не подойдет а ну-ка жрицы огня мертвы у жрицов был желез нет не подойдет так ладно погнали тогда купим такой щит я надеюсь он фига себе ящеры блин а как я вообще сюда попал тут перед ну ладно давайте перейдем на карту лесной страны мне в принципе пофигу как ты может пробежишься ради приличия не любит наш главный делай бегать почем зря так значит погнали к к этому жертву огнетов не может выбраться можно сделать временный мостик используя достаточно большой щит например строевой миндалевидный элептус и скутум строевой миндалевидный элептус и скутум так я для начала сейчас продам все чего есть у меня лишнего так тут у тебя в основном да всякая то шняга и у тебя по-моему чуть-чуть блин вот эти два колчана продай тогда нафиг хренеть у тебя сколько у вас этих колчанов уже так строевой миндалевидный элептус и скутум щит длинные шипами не не то о щит миндалевидный куплю его обратно это же как раз таки это мой щит так отлично погнали погнали а вот сюда приходим наверх сейчас посмотрю есть горит у меня такой в мешочке дашь и щитяра такой в мешочке жрицы огня мертвы приготовьтесь сейчас я брошу миндалевидный щит я не могу выбраться отсюда кастрата должна быстро пробежать знай же я из рода воинов которые помнят свои долги отныне моя жизнь принадлежит тебе теперь бросай щит значит будем сражаться плечом к плечу офигеть круто чо а вы меня спросили что ты умеешь харизма ловкость сила торговля владение двуручным мечом фигня это мария я вам должен сказать не знатарства не не идентификации блин не стрельбы не кузнецы короче говно это мария чё я тебя спасал а ну я и могу что то сказать да мой командир я не хочу наше оружие блин ну она ничего не может да мой командир так ладно ничего пошли дальше давайте сейчас сделаем так я сейчас ее кстати давайте вот эту травку соберем всякая хотя у нас уже столько этой лечебной срани что нам она уже и не нужна к тому же у меня места уже нет на нее так я думал пора уже заняться так а ну-ка control да мой командир останься здесь я пока не хочу рисковать тобой во все нехай стоит тусуется нехай стоит здесь тусуется так эй разговор моя лавка всегда я у тебя куплю эту руну и сейчас я наверно начну экспериментировать блин с рунами у меня места нет ну во офигеть теперь вот теперь место появилось так закрыть эй эй блин ну можно сразу эй разговор есть эй разговор есть вот лечи все пора идти дальше вот он пока дойдет блин до этого что пипец то пипец так вот раз у нас есть меч кладенец и у нас волхование на сколько на 66 а если я качаю интеллект я могу о короче одно очко интеллекта дает нам волхование ну 70 думаю нормально 70 думаю нормально давайте берем меч кладенец и камень удара удар плюс 28 о нормально а если я еще один добавлю удар плюс 48 фига себе так если я сейчас сделаю меч кладенец а все больше 48 не увеличивается так а если я другой камень ставлю можно интересно ну пофиг давайте брискнем да если не получится ну фиг с ним силы камень силы тоже удар добавил о сила плюс 4 кстати я могу волхование еще на один качнуть сила плюс 6 броня броня плюс 28 броня плюс 48 нормальная тема леп выносливость 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 плюс 4 выносливость плюс 6 так силу я уже вкачал ловкость ловкость сила выносливость удар броня блин все уже ловкость плюс 6 так ну все теперь зырте ляп вот это у нас удар 864 а у тебя 720 ни хрена себе у тебя 956 ну у нас тоже неплохой так у нас брони блин так 500 а так 6 и максимальный вес а и вообще все короче круто так все и давай тогда тебе а ну-ка перекинь ко мне этот меч дать и остальные руны сольем вот сюда в этот сила плюс 4 мы конечно не максимальный влекли из этих всех руль ну пофиг на самом деле 780 800 у вас меч колоденец и пофиг все я думаю можно бежать в следующую локацию с главное что мы были избавили от этих грёбаных ставит чё такое света глядана от этих грёбаных блин сушки я хочу с бальзамом разобраться лечебным вот смешали раз умею вот что-то сильно много концентрация 15 а там сюда его вот 9 концентрация 2 смешиваем как еще можно травку сюда добавить 12 вот 2 будет все 14 уже не смешиваем получается у нас 4 лечебных этих 5 концентрации 6 11 вот лично так теперь давайте давайте попьем этих банок интеллекта этого 900 да мы не слабо выпили блин вот эти вот баночки пустые они мне нафиг не нужны я их выкину так теперь что касается яда яд нам надо приготовить 15 концентрацию по ходу времени так а вот противоядие еще можно замешать ляп 7 вот так и чистую слезу все мне интересно использовать медное зеркало тут есть склады мертвенькие ящерые девятого уровня так кстати говоря ты его слушаю тебя давай полечи меня куда они побежали атаковать первую очередь сюда а вот она как у них тут своя система так ладно пока там наши берутся гоняй посмотри скелеты а скелеты они же по три раза воскрешаются чипа 2 там как-то у них короче сложная тема ну мы сейчас уровень получим однозначно на этих скелетах блин задолбали они подниматься уже а вот этот последний еще разок все с этими разобрались так это мои банки здесь лежат погнали сюда бегом-бегом-бегом мертвяков тут ввалить мертвяки это легкая цель сейчас они начнут отваливаться ляп-ляп-ляп так и нам наверно надо полечить весь отряд в ах хорошо ягода третий глаз познать сущность вещей ни хера себе это я первый раз такое вижу выносливость плюс 6 ожерелье сейчас мы добавим у нас есть чувак у которого с выносливостью проблемы это вот ты вот держи тебе штуку он уже 76 выносливость так и до 90 до качаем сможешь носить нормальные вещи так давайте с этими ящерами разберемся ну и где этот вообще пешком идет вася в атаку на валим 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 пошли ящеры посунулись ой у нас сломалась у кого-то оружие мама дорогая слушаю слушаю двуручный топор слышь ты власть у тебя займись ремонтом я вот не не проверяю слушаю все остальное сейчас починил полина двуручный этот вот ты блин еще что теперь делать будешь теперь придется возвращаться медное зеркало может тут где лежит кольцо заколдованный предмет ну ловкость плюс 5 ну держи не тебе кольцо мы тебя упаковываем разумеется бы вот это интересно ты ты кто такой мал первого уровня дружина за мной то скелеты еще где-нибудь вылезут о злосчастные люди я не могу спрятаться от вас даже в мрачных глубинах пещер зачем вы тревожите меня себе на беду я не собираюсь досаждать тебе скази только кто ты я неприкаянный дух проклятого человека не ужасайся моим словам я никому ничего не сделал плохого никто не знает почему меня постигло проклятье в один злосчастый день я стал источником всевозможных несчастье для окружающих людей продолжай стоило мне заговорить со встречным человеком как вскоре он начинал страдать от неизвестной болезни дома в которые я входил внезапно рушились или сгорали поняв причину своих бед это как в этом местные жители изгнали в ночном дозоре это я уединился в этой пещере девчонка где и умер но проклятие не оставило меня вынуждая мой дух скитаться по себе не зная покоя она тоже кому не приходила всем плохо становилась неужели тебе нельзя помочь на добром слове однако я не знаю где искать источник своего проклятия лучше не подвергая себя лишней опасности я не боюсь опасности прощать думаю мы еще встретимся он там порчу на меня не навел но ясен хрен навел силы у меня 12 блин ловкости 9 офигенно чё удар у меня теперь 300 это на к волхву идти теперь измечаться из визу короче лечиться если это вообще возможно вот ты ё-моё уже уже мне пинды короче братва за мной а братва как себя чувствует ну братва вроде нормально блин с этими скелетами они и сами разберутся слушай вот ты безоружный давай арбалет тогда хоть стреляй я все равно стрел до фигище это мне уровень дали походу а нет слушай а кому то да тебе шоу нет 20 тебе у тебя вообще шестьдесят пять поинтов я тебе ничего не качаю да вот теперь точно мне уровень дали блин надо что вот так эээээээй ты убегай тебе сказано слушаю тебя о теперь в атаку все нормально все осталось двух скелетов убить нафиг знает по сколько раз все разобрались со скелетами блин обидно шест топор сломался я наверно все таки сейчас вернусь в этот у чашевые воды чашевые воды но в принципе у меня базовой харизмы 85 это сейчас ее 100 так что давайте качнем чашевые воды так это моя шляга здесь лежит а все что ли это пещера шины замкнута или тут где-то на второй уровень можно пройти а разумеаться бы прохода нет я и не помню честно говоря ладно нам в любом случае идти в этот обратно надо искать волхва и снимать как-то себя с глаз ну это пожалуй уже в следующем выпуске я буду делать но этот выпуск я на этом закончу большое вам спасибо что посмотрели подписывайтесь на канал получать удовольствие от жизни с вами был шашлык и и и и